Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами очередной мобанк. Наконец-то я снимаю. Эти дни было некогда, начало учебного года. Кстати, всех поздравляю. Суета, маята. В общем, всем, кто собирается есть, кушать. Приятного аппетита. Давайте трапезничать вместе. У меня сегодня салат. Огурчики, помидорчики, лучок репчатый. Макароны и сосиски. Шпикачки. Три вот у меня целых получилось, а две развалились. Ну, ничего страшного. Маленькие такие. Неплохо. И вот такие макароны. Я сюда еще чесночинку выдавила. Ну, этот зубчик. Они вот такой вот интересной формы. Блин, я забыла о салфетке. Ну, ладно. Надеюсь, я пойдусь без них. Это Балтимор. С острым перцем и с укропом. Люблю его. Вкусно. И опять. С нормальной вилкой. Ну, ничего. Не поваляешь, не поешь. У кого детки пошли в школу, как успехи? У нас 1 сентября не было ни линейки, ничего, кто не знает у меня. Я во второй класс пошла, дочка. Просто пришли. Учительница их забрала. И все. Был классный час. И типа два урока. Ну, короче, там полтора часа они потусовались. В школе. Им выдали учебники. И все. И домой. В общем. А вчера уже, вот, ну, второго числа, уже было 4 урока. Уже вчера домашку задали. Как неудобно эта вторая смена. Это 4 урока у нас заканчиваются без 10-4. Будет, короче, у нас... Короче, короче, дело, кночь слово поразит. 3 дня в неделю по 5 уроков. Понедельник, вторник, среда 5 уроков. Четверг, пятница 4 урока. Ну, я уже рассказывала, да, что у нас будет вторая смена. Что мне очень не нравится. У нас с... Получается, 12.50 мы приходили... Начинался урок. Вот первый у них. И я возмущалась, что мне не нравится, но это реально неудобно. Вот вчера 4 урока, я ее забрала. Время 4, мы пока пришли домой. Пока разделись, умылись. Покушали. Время уже там... Надо дать ребенку отдохнуть, не сразу заставлять, да, уроки там делать. А погода... Вчера была у нас просто шикарная. 28 градусов, тепло. Мы пошли гулять. И еще там на технологию сказали эти... Листья принести. Листья собирали, ходили. Вот. Пока пришли, умылись, помылись, поели 9.10 уже. Уроки. Сели делать уроки. Потому что я сказала, я утром не хочу делать уроки. Перед школой. Это кошмар. Ну вот. Мне в комментариях писали... Надо, типа, пойти к директору, там, к заучу, туда-сюда. Как бы, да, я согласна с этим. Но они это... Аргументируют тем, что сейчас вот эта вот пандемия идет. И чтобы как-то разводить потоки детей, чтобы они как можно меньше контактировали между собой. Ну и, в общем, вот такая вот у них, типа, отмазка. Хотя в мае у нас было собрание. По итогам первого класса, да. Нам учительница говорила, что у них будет, у второклашек, поздняя первая смена. С 12-ю, что ли, или 11-40. Ну, что-то такое, в общем. Но... Вот так вот получилось. Это ладно. Как бы там... Я одна не пойду, да, против размещаться. Вроде как, ну, с 12-ти, 50-ти. Многим, конечно, не нравилось. Ну, вроде как... Типа, сказали, возможно, ближе к зиме там поменяют это все дело. А сегодня вообще прикол, короче. Пишет учительница. Расписание. На следующую неделю уже все сделали. Ну, типа, постоянного, да. И расписание звонков пишет, которое будет со следующей недели. И что вы думаете? Первый урок у нас будет начинаться в 13-20. Еще сдвинули на 30 минут. Не назад, а вперед. Я думаю, зашибись. И пятый урок вот будет заканчиваться. Вот первый... Понедельник, вторник, среда у нас. Пять уроков. Он будет заканчиваться в 17-40. Без 26 вечера. Это зашибись или это не зашибись? Я вообще в шоке. Просто в полнейшем шоке. Ну, конечно, попер шкла в возмущении тут же. В группе. Вайпере. Это понятно все. Но чем думали? Когда подписывали это. Директор. Они же все равно еще маленькие. Они все равно еще маленькие. Шесть вечера. А секции у детей. А когда уроки делать? Можно, да, перед школой сделать? Ну, я считаю, что это неправильно. Перед занятиями делать уроки. Потому что ты будешь там сидеть учиться. Еще с утра тебе надо позаниматься. Кошмар. Ну, и все. Я еще ел отвожу как бы. Ну, и учительница их забирает там, выходит, пока что. Всех собирает и ведет. Ну, и мы подошли. Кто там из родителей был. Она-то понятное дело, что она не виновата в этом. Это естественно. У нас поток получается пять. Сколько? Пять, да. Первых классов. А вот. Вторых. Первых. По привычке. Она говорит, да, я, конечно, все понимаю. Надо, конечно, ну, подойти к директору, конечно, без руганий, без всего, чтобы поговорить на этот счет. Оказывается, кто-то в первую смену первоклассники учится. И кто-то из родителей нажаловался, что у него ребенок не успел покушать. Короткие перемены, якобы. И вот из-за этого сделали. Вот так вот нас сдвинули. И у нас будет четыре перемены по двадцать минут. Ну, примерно. Нафига. Вот сколько я помню, мне кажется, большая перемена одна единственная была. И то она, по-моему, пятнадцать минут была, если я не ошибаюсь. Зачем такие большие перемены? Я вообще в шоке. Ладно, пусть сделают. Первоклассники кушают после первого урока. Ну, и наши тоже второклассники. Это перемена десять минут. Ну, сделали бы вы ее пятнадцать минут, допустим, там. Ладно, двадцать. Ну, а другие перемены-то зачем делать большими? Я в шоке. Вот. И за счет этого все сдвинулось. Двадцать минут примерно. Они что будут делать? Во-первых, они будут на голове стоять на этой перемене. Потом их попробуй собери, усади. Они все будут взбудораженные. И уже двадцать минут, когда ты отдохнешь, у тебя уже теряется, мне кажется, настрой на учебу. Это неправильно. Я вообще просто не представляю, как можно было такое расписание сделать. Ну, для меня это шок. Ну, и, в общем, пошло это все обсуждение. Естественно, в группе родителей многие возмущаются. Нет, есть у нас там пару мамочек, которых все устраивает, которым нравится это. Одна там прям вообще очень сильно писала, что меня все устраивает. Я хочу, чтобы так осталось, мне нравится. Я вот, допустим, не хочу, чтобы раньше ребенок хотел в школу. Он как раз все будет утром успевать. Мне пишут, а у кого родители работают, кто будет с ним уроки утром делать. А вечером секции у многих детишек в пять, в шесть часов там. Ну, все равно подстраиваются, да, люди под расписание школьное. Ну, и устроили голосование. Кто за то, чтобы 11.40, вот как нам в мае на собрании говорили, кто за то, чтобы, ну, вот то, что придумали по-новому времени, поздно. Ну, я сейчас смотрела, в вебере идет голосование. 16 человек за раннее время и 5 человек за позднее время. Ну, пока вперед идет раннее время, на 11.40. Выбирает больше голосов, у нас 31 человек в классе. Посмотрим. В понедельник кто-то пойдет к директору. Естественно, что всех не пустят, во-первых, из-за всей этой ситуации, которая у нас происходит. Ну, пару человек. Ну, скорее всего, это будет кто-то из родительского комитета. И из других классов тоже идут родители, тоже собираются, то есть вот все вместе. Потому что это не дело. Зимой 6 часов уже темно. Это, считай, 17.40 урок закончился. Зима, пока они, надеюсь, нарядились, из школы вышли уже 6. Уже темно. А сейчас такое время, мне кажется, страшное время. Сейчас детей от них вообще опасно куда-то отпускать. Тем более, когда на улице темно. Да и вообще это неправильно, когда ребенку гулять. Это, мне кажется, настолько иммунитет упалет. Психика нарушится. Типа, там, кто-то, может быть, кто это не работает, им все устраивает. Ну, допустим, я тоже не работаю. Но меня это не устраивает. Мне по факту все равно, да. Во сколько, чего, кого, куда, как. Я могу и встретить, и проводить, и все соляр. Но это же очень неудобно. Это же очень неудобно. Это весь день потерян, можно сказать. Второй класс, по 5 уроков. Это вообще жесть. Вообще жесть. Честно. Как вы считаете? Я так сижу, возмущаюсь. Не, ну правда. Это ненормально. Не знаю. Посмотрим сейчас, чем голосование, так сказать, закончится наше. Ну, я думаю, за выходные все равно определимся, кто пойдет. Еще хотим сделать как бы письменное обращение. И подписи поставить. Ну, родители. Я думаю, должно помочь это все. Потому что, ну, иначе, я думаю, надо будет куда-то обращаться. Наверное, куда-нибудь. Если школа не пойдет, допустим, на встречу. И не поменяет расписание. Куда-нибудь, наверное, куда-то. В министерство образования или куда. Кто знает. Подскажите, пожалуйста. Я понимаю, как бы, и учителей, и директоров, и всех понимаю, но надо же им. Ну, это второй класс. Ну, это маленькие дети еще. Объелась. Объелась. Спасибо, друзья, кто ел со мной. Повозмущалась, извините, что вы выслушали меня. Я все про это расписание говорю-говорю, но это такой наболевший вопрос на самом деле. В общем, на этом я буду заканчивать свое видео. Пишите свое мнение в комментариях по этому поводу. Вот. И как у кого детки учатся во вторую смену, со скольки, напишите, пожалуйста, если у кого-то есть детки. Ну, я имею в виду маленькие. Все. Всем приятного аппетита. На этом заканчиваю свое видео. Всем пока-пока. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok